Иногда случай может изменить сферу деятельности. Так, успешные спортсмены начинают сниматься в кино. Именно о них мы расскажем вам сегодня в нашем видео. Звезда боевиков Чак Норрис, пожалуй, самый известный спортсмен в кино. На службе в Южной Корее Чак занялся единоборствами и демобилизовался уже с черным поясом. Открыв сеть школ карате в США, он стал чемпионом мира по этому боевому искусству и защищал титул на протяжении семи лет. Первую серьезную роль спортсмен сыграл в фильме «Путь дракона» с Брюсом Ли. Жан-Клод Ван Дамм был абсолютным чемпионом по бодибилдингу. Затем он переключился на карате и кикбоксинг, получив черный пояс и звание чемпиона Европы 1979 года. Спортивные навыки помогли Ван Дамму прославиться в кровавом спорте и открыли дорогу в кино. В школе Микки Рурк пробовал силы в бейсболе и культуризме, после профессионально занялся боксом. Но ряд сотрясений мозга и другие травмы прервали карьеру Микки в нескольких шагах до титула чемпиона мира. После завершения карьеры он начал сниматься в эротических мелодрамах. Девять с половиной недель и «Дикая орхидея» принесли ему звание секс-символа. Футболист Винни Джонс постоянно получал красные карточки за жесткую игру и нарушения в матчах английской премьер-лиги. С таким темпераментом Винни сумел завоевать Кубок Англии в 1988 году, но в итоге распрощался со спортом. Знаменитые «Карты-деньги-два ствола» от Гая Ричи стали поворотной точкой в жизни Джонса, теперь снявшегося уже в сотне фильмов. У режиссера Гая Ричи также дебютировал в кино и Джейсон Стэтхам, затем прославившись ролями в «Перевозчике», «Адреналине» и «Неудержимых». Джейсон 12 лет входил в британскую сборную по прыжкам в воду, а в 1988 году выступил на Олимпийских играх в Сеуле. Зрители знают Дуэйна Джонсона больше как спортсмена. Соревнования по рестлингу принесли Дуэйну прозвище «Скала». С 1996 года Джонсон завоевал порядка 20 чемпионских титулов, а сниматься в кино начал в 2001 году. «Скала» не стал заложником боевиков и сыграл широкую палитру ролей от убойных форсажей и приключенческого Геракла до комедийной зубной феи. Чья кинокарьера из перечисленных спортсменов более успешная? Голосуйте в комментариях! Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.